Вообще, я не собирался записывать видео про гранты на пульс до тех пор, пока мне не придет ответ. Да, я тоже подавал заявку, да, тоже жду ответа. Но поскольку некоторые мои товарищи уже написали, что им ответ пришел, что им уже одобрили и заплатили, между прочим, немаленькую сумму, я все же решил рассказать о том, что это, сколько платят и кому стоит ждать этой поддержки от пульса. Итак, поехали. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. Начнем с небольшой рекламы. Раз я уж начал рассказывать про свое оборудование, о том, на которое я записываю видео, то в этот раз расскажу про звук. Звук мне на самом деле в моих видео нравится. И все дело в том, что для того, чтобы создавать хороший звук, я не пишу на камеру, я не пишу его на мобильный телефон, как некоторые, и даже не обрабатываю, потому что я считаю, что чтобы получить хороший звук, его нужно изначально хорошо записать. А все эти обработки, это уже потом слишком сложно, слишком муторно, и оно того не стоит. В общем, чтобы получить хороший звук, я использую рекордер Zoom H1N. Купил я его в одном из интернет-магазинов. Собственно, такую же модель можно приобрести много где. Ссылку на данную модель я прикреплю в описании. Переходите, ссылка реферальная. Так что, если вы по ней купите, я смогу немного заработать. Вам все равно, а мне приятно. Ну, а мы продолжаем. Итак, как говорит Сванонси Пульс, блогеры площадки смогут получать дополнительный доход, создавая уникальные и качественные материалы. Но это не те деньги, что автор получает с монетизации. Это деньги, которые Пульс будет дополнительно платить своим авторам. Данный грант будет начисляться ежемесячно, и он будет суммироваться с общими доходами от рекламы. То есть, у вас есть доход от рекламы, от ваших статей, которые там приходили каждый месяц. И будет дополнительно начисляться еще доход, которым Пульс будет стимулировать лучших своих авторов. Вот. Тут стоит сделать небольшую поправку и уточнение, что лучших в своей тематике. То есть, в каждой нише будут выделяться некоторые авторы, и они-то и будут получать грант. Переходим дальше. Что нужно, чтобы попасть в эту программу поддержки грантами? Собственно, ничего такого сверхъестественного. Во-первых, нужно соблюдать все правила Пульса. Ну, тут как бы понятно, потому что если вы их будете нарушать, то, скорее всего, вам даже обычную монетизацию отключат. На этом пункте не будем подробно останавливаться. Про правила на Пульсе мы многократно уже говорили. Особое внимание, наверное, следует уделить качеству контента. То есть, фотографии, которые вы там размещаете, они должны быть качественными, в хорошем разрешении. Должны соответствовать тематике статьи. Ну и, собственно, опять же, не нарушать правила. Помимо этого, то же самое можно сказать и про заголовки. Из них должно быть понятно, о чем идет речь. Заголовок должен также соответствовать содержанию статьи и фотографии, которые мы туда прикрепили. Причем это нужно будет сделать не единожды перед проверкой на эти самые гранты. А уже даже после того, как вы присоединились к программе грантов, вам придется это качество поддерживать. То есть, если вы скатитесь в неудовлетворительное состояние, то вас вполне могут выпилить из этой программы. Помимо этого, необходимо каждый месяц делать как минимум 10 новых материалов, опять же, качественных. Причем эти материалы должны быть опубликованы не менее чем за 3 дня до окончания месяца. Под материалами подразумеваются и статьи, и видео. То есть, кто хочет делать видео, пусть делает видео. Кто хочет делать статьи, пусть делает статьи. Тут никаких вот таких вот особых условий от пульса у нас не предъявлено. При выполнении всех условий грант будет выплачиваться ежемесячно и бессрочно. Так они говорят. То есть, делаешь качественный уникальный контент, тебе платят в месяц какую-то сумму. Которая, в принципе, довольно неплохая. О сумме сейчас и поговорим. Она определяется для каждого автора индивидуально. То есть, вы подаете заявку. Заявку подать довольно просто. Там сбоку появляется такая вот небольшая кнопочка. Подать заявку. Нажимаешь, вылезает окошко. Заявка принята. Все. После этого техническая поддержка проверяет канал и решает, можно ли вам платить деньги или нельзя. Вот. А деньги, как я уже сказал, неплохие. От 20 до 150 тысяч рублей. То есть, довольно неплохо. Каждый месяц в лучшем случае получать 150 дополнительных тысяч рублей. Помимо них, конечно, можно и 20 тысяч получать. Ну, в самом плохом случае. Хотя в самом плохом вас просто сюда не возьмут. Но, тем не менее, если вы прошли в самом не очень хорошем случае, вам выплатят 20 тысяч рублей каждый месяц. Что тоже неплохо, потому что многие авторы на пульсе вообще по 5 тысяч рублей получают. И то многие не дотягивают. Сумма эта начисляется в последний день месяца. И это вроде очень хорошо для тех, кто эту проверку пройдет и гранты будет получать. Но не очень хорошо для тех, кто ее не пройдет. И не только потому, что у тех как бы больше денег будет. А еще и потому, что эти деньги откуда-то берутся. И понятное дело, что скорее всего эти деньги берутся из общего бюджета авторов. И так стимулируют людей, чтобы писать более качественный контент. Но, с другой стороны, если эти деньги откуда-то взяли, то есть если у кого-то денег стало больше, значит у кого-то их стало меньше. И те авторы, которые и так мало получали, будут скорее всего получать еще меньше. Те, кто не прошел эту проверку, они также скорее всего увидят падение доходов. Хотя, возможно, мы его уже увидели в сентябре. То есть я рассказывал в одном из своих видео о том, что доходы упали. В подсказках прикреплю это видео, посмотрите. Возможно, это как раз и связано с тем, что Пульс уже решил из общего бюджета взять какую-то часть и перевести. И на гранты, и на поддержку блогеров, и другую какую-то часть бюджета перевести на то, чтобы стимулировать выпуск видео. И оплачивать эти самые видео. Так что, будет ли дальнейшее падение доходов, пока не ясно. Но насчет того, что доходы на Пульсе скоро вырастут, я бы вот не спешил с этими выводами. А вот в программе грантов, если туда подавать заявку, то вполне может быть. Другое дело, что заявку на гранты, наверное, не подал только ленивый. Это сделать было очень просто. Как я уже сказал, кнопка сбоку. Появляется, что заявка успешно принята, но у некоторых не появилось. Это самая кнопка, и если у вас не появилась, то вам следует просто обратиться в техническую поддержку. Из того, что я знаю, мне писали некоторые товарищи, которые говорили, что у них кнопки нет. И в чем причина? Причина была в том, что у одного товарища были не оформлены документы до конца, потому что он ИП. И вот в связи с этой бумажной бюрократической волокитой, которую он так и не завершил до конца, у него этой кнопки и не было. Возможно, у вас по какой-то другой причине ее нет. В любом случае, следует просто написать техническую поддержку и выяснить, что не так. Что касается таких, как я, то есть тех, кто подал заявку, а ответа до сих пор нет. В анонсе указано, что ждать придется до двух месяцев. То есть через два месяца нам в конечном итоге дадут какой-то ответ. То ли приняты мы в эту программу, то ли не приняты в эту программу. Сразу скажу, что если даже не приняты, то ничего страшного, можно переподать заявку. Если вас уже не приняли, напишите в комментариях, по какой причине дали ли они развернутый ответ и сколько времени дали, чтобы потом можно было повторно эту заявку подать. Тут, наверное, есть еще одна категория авторов, которая боялась подавать заявку, потому что их канал после этого проверят и, возможно, найдут какие-то нестыковки, какие-то нарушения. Так вот, сам Пульс обещает, что никаких санкций против тех, кто не прошел проверку, применено не будет. Хотя, с другой стороны, конечно же, на их канале внимание акцентируют, и если там прям какие-то грубые нарушения, то, вероятно, автора попросят их исправить. В худшем случае, возможно, и заблокируют. Но если у вас обычный канал, вы как писали раньше, так и пишете, потому что на Пульсе, в принципе, каналы-то все-таки проверяются. Так вот, если вы на обычном канале как писали, так и продолжаете писать, а вашу заявку не приняли, то ничего страшного не произойдет. Никак это не отразится ни на доходе, ни на каких-то показах, дочитываниях. Все будет так, как было. Опять же, при условии отсутствия нарушений. Ну и еще один момент, который многих волнует. Многие авторы, как я, собственно, перешли на Пульс из Дзена. То есть, они раньше писали на Дзен. Качественный контент. А сейчас некоторые свои статьи берут и переносят на Пульс. Но в описании требований к заявке сказано, что контент должен быть уникальный, интересный и все такое. Так вот, вопрос, который стоит перед многими авторами, опримут ли мою заявку, если я размещаю статьи, которые были у меня на Дзене, на канал, который у меня есть на Пульсе. Так вот, понятное дело, что приоритет отдается тем каналам, которые пишут прям уникальный контент, который нигде больше не появляется. Но и те авторы, которые пишут на Дзен и одновременно с этим пишут и на Пульс, и то есть статьи как-то дублируются, пересекаются, их заявки тоже будут рассмотрены, и они имеют все шансы попасть в эту программу. Я, в принципе, общаюсь с другими авторами. Так вот, из примеров есть люди, которые получили грант, хотя они размещают свои статьи и на Дзен, и на Пульс. Вот один товарищ недавно писал, что получил 30 тысяч, то есть 30 тысяч ему, если все будет нормально, будут начислять каждый месяц. Так что смело подавайте заявку, если вы этого еще не сделали. Перед этим канал, конечно, можно проверить, исправить какие-то неточности, исправить, может быть, орфографические ошибки, потому что каналы с большим количеством орфографических ошибок, опечаток, стилистически некрасивые, если вы там все одним абзацом написали, то такие каналы, естественно, не примут, потому что оценивается еще и то, как выглядит внутри ваша статья, то есть разбита на абзацы, знаки припинания стоят, ошибок, опечаток нету, и чем читаемее, чем привлекательнее ваш материал, чем он уникальнее и интереснее для читателей, тем с большей вероятностью вы получите это одобрение. Но, как я уже сказал, даже если не получите, ничего страшного, можно будет исправиться и попробовать по новой. Вот. Про то, одобрили мне мою заявку или не одобрили, что ответили, и что я собираюсь с этим дальше делать, я расскажу в следующих видео. Ну, а на этом у меня пока все. Подписывайтесь на мой канал, на инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч. Пока.